Вы видите, друзья, как молодая поросль осваивает запускание змеев. Это самый простенький змей, который удалось приобрести с целью, так сказать, освоения технологий. Мы пошли специально на пляж, чтобы запускать змея. Но Саша, она еще не приноровилась. Она может двигаться в сторону змея, и ниточка перестает быть натянутой. Но мы сейчас освоим. Есть, конечно, конструкции, друзья, очень навороченные. И там несколько ниточек, и можно крутить, вертеть, запускать, маневрировать. У нас пока вот для восьмилетних девочек. Тебе нравится, Саша? Да. Хорошо. Так, бабушка довольна? Да, только хочется более забавоватого змея. Ну, да, в общем-то этот не требует никакого такого управления особого. Тем более здесь ветра-то много. Сейчас Миша запускает змея. Это фан и для взрослых, и для детей. Единственное, что в кадре очень трудно поймать их обоих. Очень большое расстояние. Он сделал большую гребочку. И вот тут Миша с Сашей гоняют змея. Сегодня очень сильная волна. Несмотря на то, что ветер не очень сильный. Совсем чуть-чуть. Ну-ка. Миш, возьми у меня камеру. В Америке, друзья, есть такой термин, понятие такое хвалотитами. Это как бы хорошо проведенное время. Вот когда с детьми, с внуками, на природе. Окей. Вот он, змеюка. Вот так, чтобы потом запоминалось, настроение хорошее было. Свет, это ты заказала его, да? Да. На интернете? На Амазоне. На Амазоне. По чем вещь? 13 было, 14. Да, с доставкой вместе. Ну, у нас бесплатная доставка. Ну, да. Ну, это самые считаются легкие змеи. Дело в том, что они, вот этот длин на одной веревочке всего. Да. И, в принципе, управление вот только там, как ты рукой водишь. Ага. А есть змеи с двумя веревочками. Их немножко сложнее запускать, наверное. Но ты можешь им управлять, а они всякие делают кренделя в этот момент. Ну, хорошо на берегу, что всегда ветер есть. Ну, да. И главное, это близко от нашего дома совсем. Ой, тут смотри, какая лапочка пришла такая. Ой-ой-ой. Господи. Смешнуля какая. Да, я вытянул. Веревочку всю из этого змея. Вот это то, что вы видите сейчас. Это на максимуме его возможностей. Так, довольно высоко. Хорошо, что ветра хватает на всех. Вот он там, красавец. Надо сказать, что неожиданно, это было не по программе, в песке нашелся вот этот желтый совок. Чужой, совершенно чужой, не имеющий к нам никакого отношения. После чего змей перешел к бабушке. А Саша копает траншею какую-то. Саша, что ты копаешь, скажи? Я знаю дырку. А? Мне всегда нравилось копать. Так. То есть, змеи это не наш путь. Так, что ли? Нет, змеи тоже очень интересны. Да. Ну, в общем, только что набежавшая волна, ей тут малость подразрушила Парфенонта. Я думаю, что дошла. Да, она копала-копала по суху, и тут на тебе. А потом вода еще, еще, и смотрите, видите, совсем не текуло. Она копала и говорит, где бы воды-то взять. А вот тебе и вода, пожалуйста. Воды тут без проблем. Ой, собачка прошла. Да. Воды сколько хочешь. Главное пристроиться копать в нужном месте. Змей продолжает летать. Миша собирает, закручивает беревочку, чтобы его опустить. А Саша уже полностью в своих детских делах. Уже как бы змей забыт. Но... Ой, мама. Ничего себе. Но собаки, надо сказать, здесь мирные. Я просто потрясена, потому что такое количество собак, и они совершенно на все... Опа! Миша наматывает уже змеи. Он совсем близко прилетел. Ну, прикольно вообще-то. Но не так много интереса, надо сказать, его держать. Ну, летает себе, летает. Наверное, те змеи, которые можно управлять, они поинтереснее будут. Это так себе. Ну, лиха беда начала. Мы можем купить и сложные, которые управляются. Главное научиться их запускать. Очень часто здесь люди заводят сразу двух собак. Как бы друзей, чтобы им скучно не было, когда хозяев дома нету. Хозяев тебе родителей. И вот мы видим, две овчарки соревнуются. Друг с другом, кто бы серебрячек поймает. Обычно Мишу на пляже узнают наши соотечественники, которые смотрят наш канал. Мне кажется, что вот эти индусы, которые уже второй подходят разговаривать Мишу, наверное, тоже являются почитателями нашего канала, и они просто Мишу узнали. Потому что, иначе я не могу объяснить, когда второй человек на пляже подходит и начинает вот так вот просто разговаривать. Он такой старый индусский дедушка. А до этого был еще один. Мы упустили совершенно потрясающий момент, когда пробегала мимо собака и на Сашину эту кучку написала. Жалко, у меня камера не была включена. А то можно было бы поместить это в смешную историю на Ютьюбе. Мы не успели. Вот сейчас бегут еще две собаки. Не знаю, если бегут, они могут снова написать, потому что там уже пахнет. Вот эта вот собака бежит. Вот это она написала нам. Ну-ка. Нет, она туда не хочет. Она все помечает. Уже кучу Сашину она помечила, что это ее собственность.